Всем привет, с вами Диоданта, это небольшой подкаст, связанный с дневником Уилсона. Как известно, вчера я сказал о том, что сосед мне очень сильно помешал записать серию, так как он целый день сверлил, и я пообещал вам, что сегодня выложу новый ролик, но, к сожалению, это у меня не получается. Обещания свои я стараюсь держать, но здесь я уж ничего просто-напросто поделать не могу. Объяснюсь. Дело в том, что дневник Уилсона разительно отличается от летсплеев, то есть, несмотря на то, что это всего лишь пятиминутный ролик, количество труда и сил, вложенных в него, наверное, раз в десять больше, чем в обычный летсплей. Не покривлю, точнее, я не буду врать, я действительно вкладываю частичку своей души и огромное количество эмоций в эти ролики, как бы это пафосно ни звучало, это связано в связи с тем, что у меня нет ни литературного образования, ни актерского, в общем, никакого у меня такого образования нет, которое помогало бы именно в этой творческой направленности. Поэтому я стараюсь выезжать именно за счет энтузиазма, за счет эмоций и прочих вещей. И в связи с этим количество времени, которое тратится на один ролик, оно огромное. То есть, на один вот этот вот небольшой пятиминутный ролик уходит в среднем 5-6 часов. То есть, я когда сам это осознал, для меня это была, конечно, шокирующая цифра, 5-6 часов уходит на один небольшой пятиминутный ролик. И я, ребят, извиняюсь перед вами, что сегодня у меня не получилось сдержать свое слово, выложить новую серию, но я исхожу из того принципа, что лучше ничего не выложить, чем выложить что-то плохое и потом об этом жалеть. Ну, в качестве небольшого бонуса я отвечу на главный вопрос, который мне задавали очень часто в последние дни. И это как дневник Уилсона, собственно, и создается. Распишу вам все этапы и, не знаю, может быть, кому-то будет интересно, а кому-то, кому-то, может быть, не будет интересно. Ну, разумеется, первый этап дневника Уилсона, сами понимаете, это простая запись видео. То есть, я захожу в Steam, открываю библиотеку, захожу в поле Don't Starve и просто включаю Open Broadcaster Software. С его помощью я записываю все ролики и потихонечку записываю просто именно игровые моменты. То есть, потом они попадают в папку Fraps, я просто сюда по старинке все это добро сохраняю. И вот он, этот ролик, который я записываю. В среднем тратится на него где-то 14 минут, то есть это два игровых дня. Вот оно, чистое видео, без ничего абсолютно. Единственное, что игровые звуки. Это самая легкая часть, я просто расслабляюсь, играю в игру и особых усилий не предпринимаю. Дальше уже начинается кое-что повеселее. Сейчас я вам покажу. Это, разумеется, написание сценария идет. То есть, самый обычный сценарий, так называемый первичный. Вообще, я пишу три сценария. Это первичный, вторичный и третичный. Вот он, по-моему, вторичный. То есть, что из себя представляет первичный сценарий? Первичный сценарий, это я просто включаю ролик, сам, то есть чистое видео. И вот, собственно, первичный сценарий небольшой. То есть, я сворачиваю там или Word, или WordPad. В основном, это, конечно же, WordPad. И пока ролик идет, я просто что-то пишу. Как говорится, заметки на полях. Всякий несвязанный текст, даже могу его прочитать. Это вот, у меня выросла борода, собрал навоз бифала, выкопал кусты рядом с базой, отправился охотиться на зайцев. То есть, абсолютно несвязанный текст. На него уходит, конечно же, 7 минут. После этого начинает писаться уже, так называемый, вторичный сценарий. Вторичный сценарий представляет из себя практически то же самое, с единственным отличием. Там текст уже пытается более связанный. Более связанный текст, так называемый. На него тоже тратится большое количество времени. Кстати, тут мне надо документ восстановить. По-моему, вот этот вот. Да. Потому что я совсем забыл его сохранить, и в итоге чуть не потерял. Да-да-да, слава богу, надо его сохранить обязательно. Ну так вот, уходит тоже небольшое количество времени на вторичный и первичный текст. И вот после этого начинается уже самое интересное. Это третичный текст, тот ужас, на который уходит в среднем по час, по полтора. Вот, допустим, уже написанный текст к шестому и седьмому дню, который я должен был озвучить. Но сегодня я за два часа не смог озвучить даже вот эти вот два абзаца. То есть кому-то это может показаться странным, кто-то может это не понять. Но просто так вот прочитать этот текст я не могу. Я стараюсь делать логические паузы, отступления, так, чтобы это звучало, как будто я вот именно рассказываю костра. Ну и разумеется, это идет и работа с голосом. То есть нету никаких ни Э, ни М, ни Б, как вот сейчас вот это все, это добро звучит. И на это, разумеется, уходит и силы, и время. И поэтому так долго, собственно, создается один ролик. Ну и разумеется, само создание текста тоже требует, ну не знаю, определенного скилла от меня. Так, чтобы не было там никаких ни повторений, ни слов-паразитов, ни неудачных выражений. Чтобы текст звучал более-менее связанно, интересно и красиво. И делается это все не с первого раза. Текст шлифуется в среднем по пять раз. То есть я сначала просто напишу небольшой пол абзаца. Потом я перечитываю, добавляю туда уже там всякие метафоры и прочее, прочее, прочее. И текст уже становится более таким, знаете, красивым, более объемным и более приятным на слух. И в том числе надо его так написать, чтобы мне было приятно читать его. То есть чтобы мне было удобно читать его. Если кто не знает, то простые такие тексты, там иногда не получится у вас прочитать вот именно хорошим голосом. На него уходит в среднем час-два. И вот после этого начинается самое веселье, это, разумеется, озвучка самого ролика. На него уходит два, порой три часа. Сегодня я просто два часа впустую потратил, не смог озвучить даже вот эти два абзаца. В среднем на один абзац приходится дублей, ну дублей 5-5-7. То есть сначала я просто пять раз читаю весь этот текст, чтобы запомнить там, чтобы запомнить, где паузу делать, где надо остановиться, где чуть ускориться, где как бы такой элемент задумчивости создать, да. После этого уже начинает вот именно по кускам озвучиться все это добро. И вот как оно, как оно выглядит. У меня тут есть папка, Don't Starve. И вот все вот эти вот готовые озвучки. Названия, короче, тоже очень веселые. Всякие умные кролики, послушай, норм, короче, норм вроде. Самые любимые мои названия. Здесь тоже Bear. Ой, там даже мат есть, извиняюсь. Ну, процесс это, конечно же, я не подумать о том, что я там хвастаюсь или жалуюсь, но это реально труд. Труд тяжелый. Это, конечно же, не пахать там где-то на шахтах, где-нибудь там в Донецкой области, или не быть военным, но это тоже действительно труд. Тем более, то, что вкладываешь просто нереальное количество эмоций. И на вот это вот, на прочтение стиха «Послушайте» Маяковского, мне удалось прочитать его только с 35-го дубля. Я даже не знаю, хорошо я его прочитал или нет, но, как вот мне показалось, я его прочитал более-менее нормально. И сами понимаете, если вы люди думающие, вы поймете, почему так много времени уходит. Потому что я стараюсь все довести до идеала. Чтобы все звучало, конечно же, идеально я имею в виду, то есть на данный момент для меня, чтобы оно идеально звучало. То есть, конечно же, там бывают у меня и ошибки, и всякие неудачные вещи. И вот на это уходят тоже 2-3 часа. Это самый утомительный этап. Он просто после записи, я просто никакой. Вот я реально говорю, мне вообще ничего не хочется. Просто хочу прилечь, закутаться в одеяло и больше ничего не делать. Но после записи, разумеется, надо еще и все это добро. Грамотно разбить по частям. То есть, нельзя сплошной текст его так вот оставить. Его надо разделять вот именно на всякие паузы. То есть, это тоже требуется. И потом я прослушаю по несколько раз все это добро. Где-то я говорю слишком громко, где-то слишком тихо. Приходится голос либо снижать, либо чуть повышать. Ну, это не сказать то, что трудная работа, просто рутина. Обычная рутина. Особых навыков монтажа я не имею. Поэтому это просто рутинная работа. Как вот вы печатаете что-то на компе. Также это здесь и добавляется. Ну, потом музыка. Добавляется шум костра. Всякие там нарезки видео и прочее, прочее, прочее. То есть, в итоге тратится 14 минут на запись двух дней. Где-то полчаса на то, чтобы просмотреть все это добро. Просмотреть первичный и вторичный сценарий. Час уходит на... Час, а то и два уходит на написание третичного сценария. Два-три часа уходит на озвучку. Час в среднем уходит на монтаж. И полчаса уходит на рендер видео. И весь этот результат выливается в ролик длиною 5 минут. То есть, это не летсплей какой-нибудь, на который можно просто сесть, спокойно включить микрофон и записать его. Нет, это не летсплей. Здесь уходит намного больше сил и времени и эмоций. То есть, разумеется, я получаю тут удовольствие. Не подумайте, что я тут строю себя страдальца. Какой я несчастный, сколько времени. Но мне действительно нравится этим заниматься. Мне хочется, чтобы оно было. И мне это очень нравится. Но любишь медок, люби холодок, как говорится, да? Приходится очень многим жертвовать. Это я к тому, что не думайте, что все ютуберы, все блогеры, а не халявщики, абсолютные бездельники. Потому что это такой же труд. Труд иногда и тяжелый. Я после вот именно создания Дневика Вилсона, даже не представляю, сколько времени уходит у того же самого Бэткомедиана. Он там явно больше, чем 12 часов работает над одним роликом. Поэтому, ребят, труд других меня учили уважать. Меня вы можете не уважать, я ни у кого это не требую. Я просто прошу вас об одном. Но подождите, пожалуйста, немного. Когда я соберусь уже с эмоциями, смогу сам с собой собладать. И у меня получится грамотно, хорошо и качественно все это добро озвучить. Поскольку я работаю для вас, я работаю не для кого-нибудь. Я хочу, чтобы мои зрители каким-нибудь вечером просто сели у компьютера после тяжелого рабочего дня, после школы, после дебильных новостей по Первому каналу и всех тревог, которые их окружают. Я хочу, чтобы люди просто сели и попали как в сказку. Я не знаю. Чтобы все же мы любили в детстве, когда нам родители читали сказки, мы как будто улетали куда-то очень и очень далеко, где не было ни тревог, ни забот. И я хочу подарить вам хотя бы 5 минут в день именно вот это расслабление. Потому что, на мой взгляд, это очень важно для каждого человека иногда ощутиться в сказке. Поэтому, ребят, еще раз вас прошу, просто поймите меня как человек, подождите чуть-чуть видео. Я реально стараюсь для вас, чтобы вам понравилось и вам было интересно. Надеюсь, что вы меня поймете. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok